Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президентский совет Республики Западной Армения. Приглашение. Граждане Армении могут путешествовать в 59 стран без виз. Потери территории Советской Армении и государственность Армении. Президент Асад отвергает турецкое вмешательство в Сирии. Верховный суд Швейцарии отклонил жалобу против установки памятника жертвам геноцида против армян. В Гадруте будет организован международный третий симпозиум цвета дизаки. Сегодня день рождения великого армянского поэта Ованеса Томаняна. Париж. 18 февраля 2019 год. Дамы и господа. В пятницу 22 февраля 2019 года в 19 часов состоится торжественная церемония в зале на 71 авеню 16 округа Парижа столетия мирной конференции и меморандумы, связанные с Западной Арменией. Эта церемония позволит представить исторический саммит после перемирия и прекращения огня 11 ноября 1918 года. Привело к ратификации первого международного мирного договора. Варсальский договор, который создал Лигу наций. Затем состоится презентация книги, посвященной этому событию. Мы высоко ценим ваше присутствие. Армен Акабрамян, президент Национального совета Западной Армении. Граждане Армении могут путешествовать без визы в 59 стран. Согласно рейтинговому списку, паспорт индекс «Паспорт Армении» занимает 137 место в списке самых мощных паспортов в мире. Граждане Армении могут выезжать без визы в 59 стран, включая Аргентину, Беларусь, Бразилию, Иран, Казахстан, Киргизстан, Грузию, Таджикистан, Россию, Узбекистан, Уругвай и другие. Самый мощный в мире паспорт в этом году не европейский и не американский. На этот раз Сингапур лидирует в рейтинге. Граждане страны могут получить доступ в 153 страны без визы. Германия, Швеция, Южная Карелия, Дания, Финляндия, Италия, Франция, Испания и Норвегия входят в десятку. Россия на 83 месте, Азербайджан на 124, Грузия на 89. Предлагается внимательно посмотреть на карту с описанием территориальных потерь Советской Армении в 1921 по 1936 годы. Обратите внимание на раскраски карты. Договор Москвы. 16.03.1921 года провинция Карс и Сур-Мали перешли к Турции. По тому же контракту территории Нахачивана, Шашура и Садарака были переданы Азербайджанской ССР из Армянской ССР. Решением коммунистической партии от 5.07.1921 года на Горный Карабах был захвачен Азербайджанский СССР. Гардмана, который был аннексирован Мусафатами в пользу советского Азербайджана в 1920 году. Обратите особое внимание на районы, отмеченные зеленым цветом. Это являются территории Армянской ССР, отданные Азербайджанской ССР с 1922 по 1936 год. Возникают простые вопросы, почему границы, которые были изменены внутренними резолюциями Советского Союза для постсоветских стран, служат основой для вопросов территориальной целостности на международных платформах. Все говорят о территориальной целостности Азербайджана и забывают о территориальной целостности Армении. В своем первом публичном выступлении с ноября президент Башар Асад резко раскритиковал президента Турции Раджепа Тайп Эрдогана и обвинил его в подчинении Соединенным Штатам. Анкара с самого начала кризиса просила Вашингтон направить войска в Северную Сирию, теперь не может представить свои условия Комитету по разработке новой конституции Сирии, поскольку Дамаск готов бороться против другого иностранного захватчика, отметил он. В своем выступлении в прямом эфире на Аль-Акабари президент Башар Асад напомнил, что после освобождения Рифы и ДРС Зора у врагов Сирии не было другого выбора, кроме как передислоцироваться в провинции Идлиб и просить Турцию ввести войска. Башар Асад добавил, мы освободим все уголки сирийской территории, все противники рассматриваются как враги и захватчики, мы обязательно будем всеми силами бороться с иностранными захватчиками. Он добавил, вооруженные группы от США никогда не получат поддержки, единственная поддержка она от сирийского правительства и армии. Армия единственное учреждение, которое может поддерживать северные границы Сирии. Президент Башар Асад также добавил, что без сильной воли народа Сирии, без сопротивления армии и поддержки союзников дружественных стран, Дамаск не смог бы зафиксировать такие великие победы. Верховный суд Швейцарии отклонил жалобы некоторых граждан Женевы, протестующих против памятника геноциду против армян, установленному в Женевском парке «Трамблей». Это решение Верховного суда положило конец истории, связанной с памятником, которое длилось более 10 лет. Памятник «Уличные фонари» открыт в апреле 2018 года. Идея строительства памятника жертвам геноциду против армян в Первой мировой войне была подтверждена мэрией Женевы в 2008 году. Причиной жалоб и опасений некоторых жителей было то, что установка памятника может привести к тому, что парк станет местом для акций протеста или даже конфликтов между представителями армянской и турецкой общин. Трудно было найти подходящее место для памятника. Сначала муниципалитет хотел разместить его в парке «Музей Ариан» рядом с офисом ООН, однако им пришлось отменить решение из-за дипломатических митингов турецкой стороны. В конце концов было решено установить памятник в Женевском парке «Трамблей». Автор памятника – Мелик Оганян, армянский художник с корнями из Парижа. По инициативе Департамента культуры и по делам молодежи областного штаба Гадрута 10-17 июня в региональном центре в третий раз будет организован региональный симпозиум под названием «Цвета диски». Об этом сообщил Арцахпрессу начальник отдела культуры и по делам молодежи регионального аппарата Гадрута Еразик Айриан. Желающие принять участие в симпозиуме должны представить 10-15 качественных картин, их автобиографию и фотографию. Говоря о значимости двух предыдущих симпозиумов, Айриан сказала, что иностранные художники общаются с народом Арцаха, знакомятся с историей Арцаха, посещают исторические места Арцаха. И это все нашло свое отражение на картинах художников. Сегодня день рождения великого армянского поэта Туманяна. 150-летие поэта, прозаика, литературного и общественного деятеля будет отмечено юбилейными событиями в Армении и Грузии, где он жил и работал. Сегодня премьер-министр республики Армении Николай Пашинян принял участие в мероприятиях, посвященных дню рождения Туманяна в цехе. Туманян скончался 23 марта 1923 года в Москве. Похоронен в пантеоне Ходжи Ванг в Тбилиси. Его сердце в селе Цех. С 19 февраля 2008 года в Армении день рождения Уванеса Туманяна отмечается как день дарения книги. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Маратург. С 19 февраля 2008 года в Армении Николай Пашинян принял участие в мероприятиях, С 19 февраля 2008 года в Армении Николай Пашинян принял участие в мероприятиях, Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Продолжение следует...